Известные дровосеки довели до слез жителей Донецка. В Киевском районе уничтожают полувековые ели. Под бензопилу попали и рябины. Кому мешали деревья, выяснил Сергей Зленко. Алло! О! Что вы делаете? За два дня неизвестные дровосеки спилили в этом дворе две ели и две рябины. Жители дома по Киевскому проспекту уверены, деревья уничтожили незаконно. В ответ на просьбу показать документы, люди в оранжевых жилетах бросились на утек. Машину сели и спрятались. И уехали. Уехали бегом. Говорят, у нас разрешение, разрешение. Но если было бы разрешение, они бы, наверное, не убежали бы вот так. Ели были местной достопримечательностью. Дарья Ивановна помнит, как сажала их полвека назад. Копали ямы, и я сажала. Вот эту елочку, которую срезали, я сажала. А то эти сажали. Только дом заселилось, я ее сажала. Под этими елями выросло не одно поколение жителей этого двора. Да, я сама здесь выросла. Дети мои тоже здесь гуляют. А сейчас вот деревьев нет. Я плакала, потому что она столько лет была, а ее взяли и спилили. Я расстроилась. Жильцы ближайших домов написали обращение во все инстанции, так как деревьев их лишают не впервые. Люди уверены, кому-то просто приглянулся этот участок. В том году были попытки. Отбили мы тоже, и в исполком бегали, и везде бегали. Сказали, нет никакого разрешения, ничего. Самовольно хотели занять территорию. Потом все успокоилось. И сейчас вот это опять началось. Чиновники утверждают, разрешение спиливать деревья никто не давал. К этому случаю никто из коммунальных служб отношения не имеет. Ни жилищная организация, ни Зеленстрой, ни какая-либо другая коммунальная служба. Вот такого документа, разрешающего снос этих деревьев, тем более сам факт производства этих работ в 6 часов утра, такие работы коммунальными службами не проводят. Уголовный розыск обещает установить вредителей. У оперативников есть фото дровосеков и их транспорта. Это займет кратчайшее время. В течение сегодняшнего дня мы установим и примем меры для доставки их в следственный отдел Киевского района. Тем временем жители дома организовали круглосуточное дежурство. Уверяют, никому не позволят спиливать деревья. Сергей Зленко, Дмитрий Кочергин, Евгений Якунин, Телеканал Донбасс.